Увольнение беременной сотрудницы обернуло скандалом. Жительницу сортировки сначала незаконно уволили из центра ЗОЖ. Позже работодатель повесил на женщину уголовное дело. В чем обвиняют даму в положении, узнавал наш корреспондент. Александре Ломакиной через месяц предстоит стать мамой. Однако вместо того, чтобы готовиться к предстоящим родам, женщина бегает по судам. В апреле прошлого года стала менеджером в Центре формирования здорового образа жизни. Трудовой договор женщина и работодатель заключать не спешил. Подпись в документе удалось поставить лишь через год трудовой деятельности. Когда я попросилась в отпуск, изначально мне не хотели предоставлять трудовой отпуск. Но потом с 8 апреля отпустили в отпуск. По истечению этого отпуска, вот как я вышла, меня попросили напечатать трудовой договор. Вследствие чего сейчас из-за этого договора весь сырбор. Александре Ломакиной было предложено подписать документы. В них указано, что женщина несет материальную ответственность за прилегающую территорию к Центру. Починенная отказалась. Тут же и предложили другой вариант – увольнение по собственному желанию. А тут выяснилось, что филиал Центра и вовсе закрывается. Александра попросту попала под сокращение. К тому времени женщина была на седьмом месяце беременности. Александра Николаевна на тот момент находилась в состоянии беременности, соответственно, работодатель не имел права ее увольнять по этому подпункту. Ей должны были предложить, поскольку само юридическое лицо своей деятельности не прекратило, а по-прежнему продолжает осуществлять деятельность, должны были ее перевести в саму главную организацию. Девушка обратила в суд. Его она выиграла. Однако там же в суде выяснились новые обстоятельства. Ответчики, представители Центра формирования здорового образа жизни, подали заявление в правоохранительные органы. Заявление приняли и даже возбудили уголовное дело против Александры Ломакиной по факту подделки документов, а именно трудового договора. Беременная женщина рассказала о других подробностях дела. Исполнительный директор Центра ЗОЖ сама попросила ее составить трудовой договор по образцу бывшего сотрудника. В суде экс-сотрудница Центра признала этот факт. Руководитель организации этого тоже не отрицает. Исполнительный директор тоже не отрицала этого, что она меня попросила напечатать договор для того, чтобы у них в приемной не было проблем. Правозащитник Александра считает возбуждение уголовного дела по факту подделки трудового договора необоснованным. Возбужденное уголовное дело было необоснованно, поскольку составив данный трудовой договор, просто напечатан и заполнив, она не получила какой-либо материальной выгоды. То есть это никаким образом не улучшило ее материальное положение, она не получила никаких привилегий. А вот у руководства Центра формирования здорового образа жизни совсем другое мнение. Все обвинения в их адрес они опровергают, осуждая бывшую подчиненную в подделке документа. Вы дали ей образец, мы его заполнили, только свою подпись поставили. Она его перепечатала. Ну я сказала напечатать. Как напечатать трудовой договор? Трудовой договор дается в инфляр. Вы сами устраиваете на работу? Вам напечатан трудовой договор, вам уже никто не скажет, напечатайте трудовой договор. Правильно же? Да. Вы же понимаете, что рука есть делает. Ну она говорит, что исполнительный директор дала образец, бывшей сотруднице-уборщице. Говорит, напечатай и заполни, ну подпишет. Такого никогда не вообще не может быть просто. Дали готовый трудовой договор. И она перепечатала какие-то пункты, убрала руки. Тем не менее уголовное дело возбуждено. Сейчас проводится следствие. На чьей стороне окажется Фемида, покажет время. Будем это все обжаловать, потому что считаем, что это было все сделано незаконно. И надеемся, что все-таки моего доверителя реабилитируют и уголовное дело прекратят. Амина Смакова, Лжас Габасов, Жаслана Мандыков, Асхата Эбидулов, Первый Карагандинский.